Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников, работами скульпторов Карл Шпицвек. Немецкий живописец, рисовальщик, иллюстратор, один из ярчайших представителей стиля Бедермайер. В живописи направление Бедермайер является ответвлением романтизма и отражается, как правило, в изображении бытовых сценок с тщательным прорисованием мелких деталей и гелическим восприятием повседневной рутины. Родился в Мюнхене в семье коммерсанта в 1808 году, 5 февраля. Занимался в латинской школе при придворной аптеке Мюнхена, затем на фармацевтическом факультете Мюнхенского университета. Работал сначала помощником аптекаря, а затем аптекарем. Я пользуюсь Википедией. В то же время изучает живопись, учится на полотнах голландских мастеров 17-го столетия, выставленных в Мюнхенской старой пинокотеке. Готовился к поступлению в Мюнхенскую академию художеств. Регулярно занимался живописью, но в академию его не приняли из-за возраста. В 30-е и 40-е годы 19-го века работает рисовальщиком и иллюстратором для сатирических журналов. Созданы им в этот период картины, ироничные изображения городской идиллии, жизни мелкого Бюнхена. Эти работы указывают на большой талант наблюдателя особенностей человеческой натуры. Имеет ясную композицию и отображение игры света и тени, как и у голландских жанровых художников 17-го века. В конце 40-х годов Шпицвек совершает серию поездок за границу, в том числе в Прагу, Париж, Лондон, где открывает для себя пейзажную живопись Джона Констебля, а также творчество Ежена Дилкруа и художников Барбизонской школы. С этого момента пейзажная живопись начинает играть большую роль в творчестве художника. В 1868 году получил звание почетного члена Мюнхенской академии художеств. Скончался в возрасте 77 лет. В 1885 году в Мюнхене. Собственной постели от инсульта. В начале картины не пользуются признанием публики. Поворотный момент наступил после Парижской всемирной выставки в 1867 году, после которой художник стал очень популярен. Творческое наследие мастера огромно. Он оставил после себя более полторы тысячи картин, акварелей и набросков. Ну вот так вкратце о немецком живописце, рисовальщике и иллюстраторе с фамилией Карл Шпицвек. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.